Мы активно участвовали в рабочей группе, созданной по подготовке изменений концепции. Данные изменения, которые обсуждались в рабочей группе, обсуждены фактически со всеми филиалами областей Астаны и Алматы. Также подключили мы максимальное всё количество наших активных членов, отраслевая ассоциация, оригинальная. Поэтому считаем та концепция, изменение концепции, которое сегодня предлагается, в принципе, бизнес сообществом проработано. Конечно, наши предложения и замечания учены. В частности, мы предлагали, чтобы доля СПК не превышала 49%, потому что бизнесмены высказывали определённые опасения, чтобы контроль над менеджером всё-таки оставался за частным бизнесом или инвестором, будь то отечественным или зарубежным. Ну и другие предложения тоже были учтены. Я не хотел бы повторяться за докладчиком Министерства региональной розетки. В принципе, более чётко поставлена задача СПК, всё-таки это не увеличение стоимости активов, а именно поддержка бизнес-инициативой через механизм государственно-частного партнёрства. Мы готовы, хотели бы обратить два внимания, в которых мы активно готовы участвовать. Это принятие и подготовка стратегии, считаем это очень важным, чтобы бизнес-сообщество местно в нём участвовало, его мнения были учтены. И второе – это составление региональных карт развития. Фактически, мы уже пилотный проект сами по линии Атомики начали в Акмолинской области. Хотим сейчас его на цифровую основу перевести. Подготовлена карта развития региона. И фактически вот этот опыт мы готовы обсуждать со всеми СПК, со всеми областями, чтобы у каждого региона была чёткая своя карта развития. В нём показаны точки роста, конкретная специализация. В этой связи буквально хотел бы чуть-чуть, если шире посмотреть, поговорить по специализации. Допустим, две недели назад буквально вы проводили совещание в Уральске. Понятно, что в западных областях, где основные недропользователи, очень важно организовать локализацию. То, что вы ставили задачу по сервисному поясу малого и среднего бизнеса вокруг крупных недропользователей. В Атравовском филиале при поддержке Акимата, в принципе, сейчас хорошо организован центр локализации. С ТШО сами по горизонтальному уровню подготовились, они полностью поддерживают, готовы финансировать. Допустим, простой пример. Перчатки для нефтяников поставляют дюпон, то есть привозят оттуда ТШО. Но когда мы начали разбираться, почему наши швейные и местные предприятия не могут их готовить, оказалось, есть определённые жёсткие технические спецификации, требования. И сейчас Шеврон пошёл на финансирование, мы отправили через наш филиал центр локализации, чтобы они посмотрели в Германии. Дюпон тоже пошёл на встречу. То есть вот такие центры локализации, мне кажется, СПК могли бы именно в западных областях для создания пояса малого и среднего бизнеса активно, то есть специализацию свою какую-то более чётче обозначить. Или же буквально вчера наша делегация вместе с нашей ассоциацией КАСКО находится в Викторинбурге по приграничной торговле в рамках Таможенного союза. Буквально вчера мы получили информацию, что россияне, в принципе, чётко признают и осознают сегодня те преимущества налогового режима в Казахстане и даже признают, что лучше растамаживать Казахстан. Сейчас активно в наших северных областях они открывают резиденты, фактически растаможку осуществляют там и дальше перевозят для дальнейшей продажи в Викторинбург. Буквально мы вчера такую информацию получили. И то, что сейчас Аким Володарской области говорил о серьёзном росте 14%, если не ошибаюсь, роста малосреднего бизнеса, это тоже показатель, что приграничная торговля подталкивает к такому росту малосреднего бизнеса. Ну и в целом та политика, которая у нас в стране проводится по поддержке малосреднего бизнеса. Эти СПК в северных областях, допустим, могли бы специализироваться в этой части, то есть есть поле. Ещё одно, что нам нравится здесь, это создание инфраструктуры, то есть инкубаторов. Здесь я хотел бы пользоваться случаем, что Акимы областей присутствуют, сказать, что в прошлом году мы запустили проект «Атамикен стартап», провели в 9 областях. В этом году проведём во всех областных центрах, уже начато, и в моногородах, в 22 регионах. Проходят выходные дни, мы приглашаем Акимов, я лично отправлял письма и хотел бы, чтобы вы сами могли посмотреть, как молодёжь идёт туда, проводим в вузах. Примерно 30-50 проектов отбирается после отсева, может быть, это маленькие, и им как раз нужно инкубирование. В Магисталовской области, допустим, 15 проектов сразу же, которые стали победителями, разведка добыча опять взяла сразу на финансирование, 10 проектов взяла ДАМУ, и, в принципе, мы сейчас в мае будем подводить форум. Сейчас крупные предприниматели 3 миллиона долларов формируют фонд для того, чтобы финансировать эти стартапы, вовлекать молодёжь в эти проекты, им как раз нужно инкубирование. Мы сейчас ДАМУ тоже обсуждаем, и СПК тоже могли бы подключиться, создавая эту сеть для стартап-проектов. И если последнее, хотел бы сказать, что в концепции чётко указано, что СПК будет помогать, в первую очередь, для иностранных инвесторов получением земельных участков, сопровождением проектов, подготовкой инженерной инфраструктуры. Всё, что необходимо для запуска сейчас, Аким Акиминский об этом тоже говорил в своих примерах. Больше для отечественных инвесторов то, что мы сейчас работу ведём, и пользу случаем тоже хотел бы сказать, что кроме филиалов, во всех областях мы сформировали областные советы предпринимателей. Неделю назад мы за подписью председателя президента Касима Акима обратились с просьбой, чтобы их вовлекли в процессы обсуждения, к картам региональных, чтобы бизнес общества было вовлечено более структурировано, более правильно. Мы знаем, что Аким, в принципе, со всеми предпринимателей хорошо знает и работает, но через областный совет, в котором объединены, и где они избирают своего председателя, через этот институт можно было бы активно обсуждать вопросы и СПК. Больше местных предпринимателей, конечно, поднимают вопросов нехватки капитала. Здесь, конечно, это зависит от финансовых возможностей СПК, и то, что если национальное агентство, которое будет создано, будет один из акционеров, может капитализировать, конечно, они больше нуждаются в местной отечественной нехватке капитала. Если до 49% СПК могут участвовать в докапитализации проекта, то это тоже даст импульс развитию. Ну и по корпоративной культуре хотел бы тоже сказать, что наши филиалы и председатель областных советов – это достаточно известные авторитетные предприниматели. В частности, в Джамбуле президент Касфосфата возглавил областной совет, в Уральске самое крупное частное предприятие «Конденсат» возглавил, это очень авторитетный бизнесмен. То есть они могут входить в независимые члены совета директоров и помогать в СПК связи с бизнес-сообществом, и налаживание корпоративной культуры мы тоже готовы. В целом, хотел бы сказать, что концепцию мы активно участия приняли, проработано, и если она будет сегодня одобрена, мы готовы к активной работе. Спасибо.